Всем привет друзья! Ролик самыми свежими новостями уже подготовлен. Если вам не сложно, уделите пару секунд и поставьте лайк на это видео. Спасибо тем, кто не пройдет мимо. Итак, вчера я делал видео про боксера Илью Медведева, на которого напала медведица. Косолапый жестко потрепал Илью, он сейчас в коме и выглядит вот так. Для тех, кто не смотрел предыдущее видео, расскажу коротко. Илья с двумя рыбаками возвращался домой через лес и на них напал медведь. Одного рыбака Косолапый сразу убил, потом набросился на Илью. В этой схватке Илье удалось несколько раз ударить медведя ножом, после чего Косолапый умер. Третий рыбак не пострадал и отвез Илью в больницу. Но как заявляет следователь, который ездил на это место, там он нашел разного калибра гильзы. То есть медведь не нападал на них, а защищался. Они оказались не рыбаками, а охотниками-браконьерами. Это со слов следователя. И третий рыбак, который не пострадал, рассказал, что они стреляли в медведицу, но только когда она сама на них напала. Прошло пять максимум. Все слышу кричи. Медведь. И все, и выстрелы. Я уже, когда заскочил туда, побежал, вижу, что Слава уже все мертвый. Илья ножом уже, ну это его. Он вот успел, два раза выстрелил, и потом, блядь, отбегал, еще перезарядил два раза. Пятый же не загнал полностью, не успел. Патронник-то. И все, и грузье было воткнуто, сволочь, землю. И он уже его ножом там тыкал. А сейчас новость, которая меня немножко шокировала. Выяснилось, почему Тайрон Будли не нокаутировал Джейка Пола. Об этом со ссылкой на информативные источники, близкие к ситуации, сообщил тренер Конора Макгрегора по джиу-джитсу Дилан Деннис. Насколько я слышал, в контракте Тайрона Будли было указано, что ему нельзя нокаутировать Джейка Пола. Клянусь, чем угодно, именно поэтому Тайрон Будли не стал добивать, когда потряс Джейка Пола у канатов. Это было прописано в контракте. Соглашение не позволило ему нокаутировать Джейка Пола. Если честно, то мне очень трудно в это вериться. А как вы думаете, правда это или нет? Напишите в комментариях. Магомед Исмаилов после боя с Владимиром Минеевым записал видео, которое вы по-любому уже посмотрели. Так вот, Минееву много кто писал, чтобы он прокомментировал видео Магомеда. Минеев рассказал, что ему было не до этого. Всем привет. Долго не выходил на связь, вообще некогда было. Долго пахал, хорошо подрался, всех порадовал, коня получил. Думал отдохну, наконец, но не тут-то было. Успел только отпраздновать победу с друзьями в Сочи и попариться в Москве. Сейчас вот уже влетаю в Ульяновск, где меня встречают друзья. Здоровье отличное, в планах куча проектов, ну, к примеру, к примеру Бультерьера. Гематомы скорее показушные, чем опасные. Просто будто пчелы покусали, не хочу никого смущать своим видом. Ну, некоторым девушкам вообще даже особая эстетика эта понравилась. И да, время от времени получаю сообщения, что оппонент что-то высказался. И что много чего присылают. Вот честно, все пропустил, да и не до этого было. Еду в Ульяновск, Ульяновск, встречай. Всех обнимаю. Кстати, Минеев также выложил видео после боя, где он рассказывает, насколько мощный был Магомед Исмаилов. Он реально был очень силен. Бешеная дурь была, с ним было тяжело бороться. Стоишь ты первый номер России? Ну, объективно, да. Его форма была лучшая, наверное. Еще лучшая была, чем в том бою. Хорошо был подготовлен, реально. Ну, я рад, что я его в его лучшей форме одолел. Это, в принципе, и Рамазан признал. Вова сам переживал. Я не думал, когда ему одно ряд плохо стало, Магомедом. Ему, Владимир сам переживал. Я тоже очень переживал, стоял, рада помогал ему. Ну, алхамдуллах, все хорошо. Сейчас он ходит, смеется, бегает уже.